Жан-Клауд Ван Дамм – американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боёв бельгийского происхождения, известный по таким фильмам, как «Кровавый спорт», «Кикбоксёр», «Самоволк», «Двойной удар», «Универсальный солдат» и много других боевиков из 90-х. Добро пожаловать на канал «Кино и люди» – это фильмы, из-за которых карьера Ван Дамма была разрушена. После роли в фильме «Патруль времени» Жан-Клауд Ван Дамм подписал контракт на более дорогой фильм «Уличный боец». Это фильм, снятый по одноимённой игре «Стритфайт» 1987 года, и фильмы предсказывали невероятный успех. Однако всё было совсем не так, в паркате фильм не провалился, но ужасные записки и отзывы понизили репутацию актёра. Ну и плюс к этому добавило ещё скверное поведение Жан-Клауд Ван Дамма на съёмках. Следующая работа из Жан-Клауд Ван Дамма стала роль в фильме «Внезапная смерть». Кстати, эта картина стала последней в карьере Жан-Клауд Ван Дамма, за которую он получил очень большой гонорар в размере 5 миллион долларов. Изначально лента должна была стать пародией на боевики, но зная все прошлые успехи Жан-Клауд Ван Дамма, всё становилось на свои места, поскольку он играл только максимально брутальных героев, как правило лишённых самоиронии. И после этой роли Жан-Клауд Ван Дамм решает вновь повторить успех «Кровавого спорта» 1988 года. И в фильме «В поисках приключений» Жан-Клауд Ван Дамм является одновременно режиссёром и исполняет главную роль. Но, к сожалению, фильм «В поисках приключений» не смог повторить судьбу картины «Кровавый спорт». Студия Warner предложила сыграть Жан-Клауд Ван Дамму главного злодея в фильме «Песчаный штон». Предполагалось, что бюджет фильма будет составлять 65 миллион долларов, что по тем временам было очень солидно для картин в жанре боевики. И для Ван Дамма это был вообще самый дорогой фильм в карьере, да и деньги за роль ему предлагали очень хорошие 5 миллион долларов. А вот исполнителям главной роли после снайпсу предлагали два раза больше, и он должен был по сценарию победить Жан-Клауд Ван Дамма в рукопашной схватке. И гордость взяла верх, и Жан-Клауд Ван Дамм отказался, после чего получил роль в фильме «Колония». И эта лента снова не добрала в прокате. При бюджете 30 миллион долларов она собрала всего лишь 48 миллион. А Уэсли Снайпс после этого получил роль в фильме «Плейд». А следующую свою роль Жан-Клауд Ван Дамм получил в фильме «Взрыватель». И при бюджете 35 миллион долларов она собрала всего лишь 10 миллион долларов. И ситуацию должна была спасти вторая часть фильма «Универсальный солдат». Этот фильм имел хороший бюджет в 45 миллион долларов. И к тому же это было продолжение очень успешной первой части. Но вторая часть фильма «Универсальный солдат» собрала всего лишь 10 миллион долларов и ужасные отзывы. Провал этого фильма поставил крест на карьере в большом кино для Жан-Клауда Ван Дамма. В американском прокате фильмы с Жан-Клауд Ван Дамм не выходили до 2012 года, пока Сильвестер Сталлоне не дал роль Жан-Клауд Ван Дамму в фильме «Неудержимые 2». Сам фильм собрал небольшие деньги в прокате. Но все-таки вернуться в мир большого кино Жан-Клауд Ван Дамму так и не удалось.